Всем привет! Ну, во-первых, хочу всех поздравить с первым днём весны. Пожелать хорошей, тёплой нам весны, доброго лета и крепкого здоровья. Что же март несёт нам по уходу за орхидеями? Ну, во-первых, для большинства орхидей начинается время роста. Увеличивается потребность не только в воде, но и в питательных веществах. Количество воды для полива должно увеличиться. И внесение подкормок тоже. Теперь мы можем смело их подкармливать каждые 2-3 недели. И поливать уже не раз в 3-2 недели, а чуть-чуть почаще. Потому что солнце даёт возможность нашим орхидеям быстрее использовать влагу, которую мы ей даём. Настало время, когда можно орхидеи пересаживать. А если они у вас с растущими кончиками, это будет плюсом. Из-за зимы наши орхидеи ослаблены и поэтому очень восприимчивы к разным заболеваниям и к паутинным клещам, которые именно весной просыпаются и более активны. Из-за того, что в доме в основном слишком сухой воздух. Кроме того, сейчас самое хорошее время отделять детки от материнского растения. Ну, в общем, весна – это насыщенное время для орхидей. И по этому поводу мне хотелось бы напомнить о том, что буквально недавно я подкармливала свои 3 орхидеи чистым азотом, который был на основе гумата. Что я хочу сказать по этому поводу, прошло уже достаточное время, чтобы был какой-то результат. И из трех орхидей одна единственная, которая на это отозвалась. Вот эта орхидея начала растить листик. Как-то сразу после подкормки она пошла в рост. Корневая система у нее в растущем состоянии. И вообще орхидея выглядит хорошо. Хотя две орхидеи другие тоже с растущими кончиками корней. Но результата нет. Поверьте на слово, не стала их сюда приносить. Что я хочу сказать по этому поводу? По поводу подкормки для орхидеи азотом. Для того, чтобы был все-таки нормальный результат, старайтесь использовать добротные удобрения. Ну и вообще все удобрения, которыми вы пользуетесь. Выбирайте удобрения правильные для орхидеек и весеннее время. Используйте там, где больше азота. Проверяйте дату изготовления, потому что это тоже очень сильно влияет на качество удобрения. На этом я буду заканчивать свое коротенькое видео. Говорю вам всем до новых встреч на моем канале. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok